Леонардо да Винчи говорил, картины у живописца будет мало совершенно, если он в качестве вдохновителя берет картины других. Если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод. Слова гения сложно оспорить, да и нет смысла. Так и с нашим героем, курским художником Михаилом Волковым. Что бы он ни делал, работал, отдыхал и не творил, все в гармонии с матушкой природой. Результат такого союза вы сможете оценить, посмотрев наш материал. Талантливый человек талантлив во всем. Непреложную истину по-своему доказывает курский художник Михаил Волков. Увлечение первое, душевное, игра на гитаре. Любимое дело номер два – театр. Много лет назад Волков не только делал декорации к спектаклям, но и играл на сцене курского тюза. О театральных подмостках до сих пор вспоминает с щемящей тоской. Болезнь на всю жизнь. Как весь мир театра обычно это сокращают. А там так интересно говорится, что весь мир театра, в нем женщины, мужчины, все актеры, и каждый не одно играет роль. Шекспир и не знал, что говорил о Волкове. Еще одна его роль – спортсмен-любитель. Я готова. С супругой Михаил всю жизнь катается по одной лыжне. Спорт полезен для отношений, учит во всех смыслах уступать друг другу. Любовь на свежем воздухе продолжается и дома. Там Михаил Павлович играет свою любимую роль – заботливого, но строгого деда. Так, бабушка, пойди сюда, пожалуйста. Матвея, считай до трех. Раз. Спасибо. Матвею 6 лет, поэтому педагогическая этика помогает не всегда. Но Волков нашел доступный язык общения с внуком. Это рисование. Я считаю, что надо заниматься, потому что, во-первых, полезно само рисование, потом моторика развивается, потом чудесные два портрета, мой бабушкин, просто с натуры, со всеми деталями. Ноги были сюда, ноги сбок, все в очках. Вот я в очках, да. Все детали проработаны. И все же пока младший в семье Волковых предпочитает не академический рисунок, а комиксы. Хамелеон. Что он делает? Он может раскироваться в любого. Долго ты и вырисовал? Ну, можно. Ну, сколько? Всего лишь две минуты. Дед терпим к модному жанру. Говорит, пока Матвей в возрасте свободного художника, а он очень быстро заканчивается. Самая хорошая работа – это детей где-то, ну, пяти, шести, семи, восьми, девяти лет. Это вот я всем рекомендовал сходить посмотреть. Это шедевр в цвете. Там, конечно, педагоги молодцы. Замечательные педагоги работают. Ну, и дети постарались. Вот они не боятся ничего, они раскрепощенные. А потом жизнь так вот сжимает, сжимает, вот как психология, видно, как человек начинает бояться получить плохую оценку, получить какое-то мнение нехорошее. Вот поэтому, как я уже говорил, художнику надо почаще говорить хорошие слова. Вот тогда у него и крылья вырастут. Еще одно любимое занятие Михаила Волкова – педагогика. Он преподает в детской художественной школе номер один. Параллельно открыл школу живописи «Артмания» – дебютную выставку волковских. Маньяков от искусства уже смогли увидеть куряне. Жизнь, она насыщенная сейчас, очень быстрая, и некогда задуматься, некогда. У тебя есть какая-то мечта, а тебе даже некогда о ней подумать. А ты садишься за мольбер, и у тебя эти 2-3 часа, ты просто понимаешь, что в это время ты можешь свои мечты вынести на холст. Из жанров только натюрморт. Из техники, в основном акварель и гуашь. Но это пока. Главное, есть желание научиться творить, несмотря ни на что. Да и гуру говорит, рисовать может каждый. Это аксиома, что рисовать можно учить, вот художники говорят, что рисовать можно учить даже лошадь, извините за рожать. Но если уж медведь катается на велосипеде в цирке, то любой человек вообще способен изначально к творчеству. Вот еще интересный факт. Не чужд художника медицине. Три года Михаил Волков проработал арт-терапевтом в частномосковской психиатрической клинике. Лечил словом и цветом. Я вот как человек немножко с повышенным давлением, знаю, что синий цвет, он понижает давление. Вот поэтому, может, так и хожу. Был в жизни Волковой вовсе уникальный случай. Однажды своей работой он спас жизнь человеку. Она тяжело очень болела в онкологии. Наконец-то выздоровела, пришла. Она так мне сказала, что когда она, я умирала, смотрела на твою картину, и мне хотелось жить. Мне очень приятные слова. Я обнял, сказал, что лучше мне на жизни никто ничего не скажет. Он родился в Дмитриеве, переехал с родителями в Сибирь, потом вместе вернулись. С тех пор чемоданное настроение появляется у Волкова минимум раз в год. Ну, это Вологодский, значит, Кирилло-Белозерский монастырь, несколько этюдов. Потом деревянное зодчество, музей Семенкова, недалеко от Вологды. Вот, так что замечательные места, конечно. В послужном списке путешествующего художника Карелия, Краснодарский край, Подмосковье, ну, конечно, мягко всех художников Суздаль. Его работы вызывают ощущение спокойствия, умиротворенности. Коллеги «Секрет» Волкова давно раскрыли. Он еще и пишет сердцем. Вот, как говорил Феллини, я не снимаю то, что вижу, я снимаю то, что видит мое сердце. Живопись, прикладное искусство и даже керамика. Он ко всему подходит с удовольствием. Михаил Волков – исчезающий тип художника неравнодушного. Русская бытовая живопись 19 века – интереснейший пласт нашей культуры. Отражение нравов, людей и тогдашнего быта многих покоряют до сих пор. Самодовольные старозаветные купцы, свахи, приживальщицы, сановные лакеи и многочисленная дворовая челядь. Как раз о челяди, о дворовых людях и пойдет речь в нашей следующей рубрике. Русская жанровая живопись середины 19 века не исчерпывалась именем Павла Андреевича Федотова. Интерес к жизни маленького человека проявляли многие художники. Разнилась лишь интонация. Работа из собрания Курской галереи – одна из картин, детали которой позволяют составить целый рассказ. Натюрморт очень выразительный, очень характерный. Чашка и чайничек фарфоровый, с позолотой, явно с росписью, не относятся к одному сервизу. Это то, что досталось сверху, то, что принесли от хозяев, то, что, наверное, надбито. Это колотый сахар на столе, мелкие точечки белые мы видим, штофик, обязательно полагающийся, наверное, для того, чтобы в зимние вечера согреть друг друга. Костюм дворника, красная рубаха и жилет прочно закрепился в русской живописи. К нашему дворнику пришли приятели. Это немолодая дама в платочке и танцующий человек в штанах, на резинке, неаккуратно заправленной рубахе, но с мундиром высшего чина, с крестом, апалетами и множеством орденов. У нас не возникает никаких сомнений относительно того, кто же это пляшет русскую. Судя по движению ноги, это, конечно, русская пляска. Наверняка это денщик, который зимним вечером пошел вычистить мундир на свежем воздухе, но был встречен с приятелями и, в общем, решил, что можно совместить приятные и полезные вот в таком чаепитии. Помимо забавного рассказа, перед нами еще и очень неплохая живопись, правда, с весьма специфичной трактовкой фигур. Они нарочито, вот так вот, как кажется, снижены, они некрасивы, да, у них короткие тельца с ручками, ножками коротенькими, огромные головы. И все здесь как будто бы вот характеризуют такие персонажи, ну, не очень казистые. И в этом тоже есть такой элемент авторского отношения, авторской оценки всего происходящего. Впрочем, с большой симпатией он относится к своим героям. Имя автора полотна искусствоведы назвать не могут, но работа не анонимна. На тыльной стороне есть подпись и дата – 1856 год. Но подпись, увы, к сожалению, не читается. Буковка «Н» с точкой инициал автора, дальше буква «Е». Несколько стертых букв и, в общем, даже решить о количестве их, разумительно, пока нет возможности. И окончание фамилии «Уф» с «Ером» в конце. 1856 год. То есть работа не анонимна. Автор гордо ее подписал, но, к сожалению, пока определить автора нам не удалось. Не знаю, как для вас, а для меня 20 эфирных минут прошли очень быстро. Но вынуждена с вами попрощаться. И помните, все забывается, остается лишь культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова